Всем привет! Я рада приветствовать вас на моем канале Уютный мир игрушек Амигуруми, меня зовут Катя. В сегодняшнем мастер-классе я вам предлагаю связать двух замечательных зверят, это лисенок и енотик. Они будут связаны по одной схемке, но получится совершенно две разных игрушки. Для вязания игрушек нам понадобится цвет черный и серый, это у нас будут оттенки енотик. Я выбрала цвет черненький, это номер 28 и серенький оттенок, это номер 49. Все оттенки пряжи ярно-ржинцы. Для лисенка я выбрала неоново-оранжевый цвет, хочу попробовать и посмотреть, какая игрушка выйдет в этом оттенке, это номер 61. И немножко кремового оттенка, также ярно-ржинцы. Также нам понадобятся глазки номер 6 на безопасном креплении, крючок номер 2, китайский у меня, ниточка для вышивания носика, иголочки для шивания и прикрепления деталек и, конечно же, наполнитель. Некоторые детальки уже будут у меня связаны, все описания деталек будут внизу под видео. Так что вы можете полноценно связать либо самостоятельно игрушку, либо уже со мной, посмотрев видео. Ну что, давайте приступим к вязанию. А чтобы не затягивать наше видео, я повторюсь, некоторые детальки у меня уже будут связаны. Эти детальки вяжутся по кругу, по спиральке, никаких сложностей здесь нету, можно легко прочитать по схемке. Это хвостик для лисенка. Пару ручек уже связаны. Ручки я набиваю на, только на кистях. Дальше у нас должны быть связаны пару ушек и мордочка. Этот комплект показан для оформления нашего лисенка. А если же вы собрались связать первого енотика, то пару ушек мы вяжем одинаково, как и для лисенка, только мы. Потом черные пряжи обвязываем по кругу. И получается пару таких замечательных ушек. Затем для хвостика вам придется поиграть с оттенками пряжи. У меня получается вот такое вот тело уже готово для енотика. И вот такая вот расцветка хвостика у меня вышла. Можно играть цветовой гаммой, как вам нравится. Я сделала хвостик, я оформила кончик черненьким. Три ряда провязала серым, один ряд черным. Опять же, три ряда серым, один ряд черным, три ряда серым и один ряд черным. И закончила сереньким оттенком. Вяжется все так же очень легко. Немножко подскажу вам. Черные пряжи я вязала, пока были у меня прибавки на расширение. Потом вы уже сами поймете, когда нужно вязать серым оттенком. Здесь просто вяжется по кругу одно и то же количество столбиков. Черненькое здесь уже у бабочки мне идут и так далее. В принципе, вы можете сами поиграть с расцветкой хвостика, как вам больше нравится. Также у меня уже связаны ручки. Они уже ввязаны в само туловище. Такое замечательное туловище у нас с вами получится для лисенка. Наше вязание начинаем с головы. Начало головы у нас идет с 7 кольца амигуруми, заканчивая восьмым рядом. 6 плюс прибавка и получается по кругу у нас 7 повторов. И в восьмом ряду у нас с вами должно получиться 56 столбиков без накида. В этом моменте мы ставим с вами маркер. И с 9 по 15 ряд мы вяжем с вами без изменения. Между 15 и 16 рядами у нас будет с вами вставка в глазиков. И затем мы также без изменения вяжем до 19 ряда. Поэтому довязывайте со мной до 8 ряда. И вяжем потом до 15 без изменения. Провязали с вами 15 рядов. Немножко вперед провязываем небольшое количество столбиков. Я примерно 5 это вяжу. Начало 16 ряда. Теперь в этом ряду в 16. Нам нужно с вами сделать отверстие для наших глазок. Делаем воздушная петля. Первый столбик пропускаем. Провязываем во второй. Расстояние между глазок будет 6 столбиков. Один мы сделали. И вперед провязываем еще 5. 1 2 3 4 5 Также делаем воздушную петлю. Пропускаем. Провязываем во второй. И таким же образом мы вяжем без изменения до 19 ряда. Включительно по 56 столбиков по кругу. Встретимся с вами в конце 19 ряда. Связали с вами 19 рядов. Теперь в этом моменте нам нужно с вами вставить глазки. Ищем наше отверстие. И вставляем наши глазки. Кончики глазок остренькие. Всегда подпаливаю зажигалкой. Теперь начинаем наши убавки. 20 ряд. Вяжем 6 столбиков и убавка. И так до конца ряда. И останется по кругу 49 столбиков. 3 4 5 6 И убавка. Делаем 7 повторов. 21 ряд. Мы провязываем 5 столбиков и убавка. И до конца ряда. И останется у нас 42 столбика по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, и убавка. Вяжем до конца ряда 7 повторов. 22 ряд. 4 столбика и убавка. Делаем 7 повторов. И на конце у нас останется 35 столбиков. 1, 2, 3, 4, и убавка. Вяжем 23 ряд. 3 столбика и убавка. И до конца ряда. И останется у нас 28 столбиков по кругу. 2, 3, и убавка. 24 ряд. Последний. 2 столбика и убавка. И до конца ряда. И останется 21 столбик по кругу. 1, 2, и убавка. Провязали с вами последний ряд. Делаем соединительный столбик. И воздушная петля. Отрезаем небольшой кусочек ниточки. Теперь на этом этапе нам нужно хорошо набить нашу голову равномерно, чтобы она была кругленькая со всех сторон. Я уже наполнила голову. Теперь приступим к вязанию нашего толщина. Начинаем вязание с ножки. Кольцо амигуруми и 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затягиваем второй ряд. Делаем прибавки. В каждый столбик по прибавке и по кругу у нас будет 14 столбиков. Третий ряд, столбик прибавка, столбик прибавка, так до конца ряда и по кругу будет 21 столбик. Столбик прибавка. Четвертый, пятый ряд мы вяжем без изменения по кругу 21 столбик. Начинаем с вами вязать шестой ряд. В этом моменте можете поставить себе маркер. Теперь мы начинаем с столбика. Затем делаем убавку. И таких вот позиций нам нужно сделать всего 5. Одну мы сделали, опять же, провязываем столбик и убавка. Это уже вторая. Опять столбик и убавка. Это 3. Столбик и убавка. Это 4. И последний столбик. И убавка. Это 5. И заканчиваем ряд 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь в седьмом ряду нам нужно сделать подряд 4 убавки. Начинаем. Первая убавка. 1, 2, 3, 4. И закончить ряд 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. У нас с вами по кругу 12 столбиков. Теперь 8 и 9 ряд мы вяжем без изменения по 12 столбиков. 8 и 9 ряд. Начинаем вязать 10 ряд. Получается мы вяжем столбик, прибавка, столбик, прибавка и до конца ряда. И в десятом ряду у нас получится 18 столбиков. Прибавка. 5 столбик. Прибавка. Вяжем до конца ряда. Теперь нам нужно с 11 по 14 ряд включительно провязать без изменения по 18 столбиков. Так что начинаем вязать 11 ряд и заканчиваем в конце 14 ряда. Встретимся в конце ряда. Мы провязали с вами ножку. Теперь нужно ее наполнить. Я наполняю детальки пинцетиком. Мне очень удобно это. Плотненько заполняйте пяточку. Здесь мы оставляем наш согнутый носочек. Теперь смотрите. Мы закончили с вами ряд. И наша ножка стоит прямо. Нам нужно, чтобы наша ножка немножко смотрела в сторону. Для этого нам нужно провязать с вами пару столбиков. Провязываем вперед еще 2 столбика. 1, 2. Делаем воздушную петлю. И отрезаем кусочек. Мы связали с вами ножку. Теперь аналогично вяжем вторую. И дальше я вам уже скажу, что нужно делать. Мы с вами связали вторую аналогично ножку. Теперь нам нужно провязать вперед, чтобы ножки наши соединились и смотрели равномерно друг к дружке. Поэтому вперед нам нужно провязать 8-9 столбиков. Смотрите по усмотрению. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте проверим на 8-ми столбиков. То есть если я поверну ножку немножко сюда, то видите, она сильно глубоко смотрит вовнутрь. То есть нам нужно еще провязать 1 столбик вперед. То есть это 9-й. Провязываем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. И соединяем с нашей второй ножкой. Соединяем обычным столбиком. Здесь у нас был столбик и соединительная петля. Мы провязываем свободный столбик. И провязываем столбик без накида. Мы соединили с вами ножки. И теперь продолжаем наше вязание. Вот эту вот ниточку, которая у нас осталась от первой ножки, ее нужно ввязать в наш ряд, чтобы она нам не мешала. И мы вяжем с вами вперед 39 столбиков без изменения. 39. 1, 2, 3, 4. То есть 4 столбика достаточно и обрезаем вот эту вот ниточку. Мы провязали 39 столбиков. Теперь мы делаем прибавку. Потом провязываем 3 столбика. 3 столбика у нас проходят на те столбики, где между ножек. 1, 2, 3. И последний столбик, где у нас ножка, мы делаем опять прибавку. И по кругу у нас с вами должно получиться 46 столбиков. Провязываем второй ряд. Вяжем 40 столбиков без изменения. 1, 2, 3, 4. Провязали 40. Теперь делаем прибавку. Прибавка у нас приходится сверху прибавки из предыдущего ряда. Так, раз, два. Прибавка. Провязываем 5 столбиков без изменения. 1, 2, 3, 4, 5. И вторая прибавка у нас приходится на прибавки сверху предыдущего ряда. И во втором ряду по кругу у нас с вами получается 48 столбиков. Мы с вами провязали второй ряд. И у нас по кругу 48 столбиков. Теперь без изменения вяжем третий-шестой ряд включительно. Между шестым и седьмым рядом мы будем с вами ввязывать наш хвостик. Мы начинаем с вами вязать седьмой ряд. Провязываем одну ножку и доходим до попки. И останавливаемся. В этом моменте мы с вами будем ввязывать наш хвостик. Довязываем до этого момента. Я провязала часть нашего туловища. Теперь в этом моменте я буду ввязывать наш хвостик. Крючком захватываем все две стороны хвостика и все стороны нашего туловища. И обычными столбиками мы провязываем, как обычно. Я провязала хвостик. И теперь мы заканчиваем ряд седьмой. И вяжем так же без изменения по кругу до десятого ряда включительно. Так что встретимся с вами в конце десятого ряда. Провязали с вами 10 рядов. По возможности уже можно потихонечку набивать наши ножки. Я набила ножки только основную часть. Туловище еще пока не трогала. Начинаем одиннадцатый ряд. Шесть столбиков и убавкой. И по кругу у нас с вами останется 42 столбика. Так что начинаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, убавка. И вяжем до конца ряда. Провязали с вами одиннадцатый ряд. Теперь двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый ряд вяжем без изменения по кругу 42 столбика. Встретимся с вами в конце четырнадцатого ряда. Начинаем с вами вязать пятнадцатый ряд с убавок пять столбиков и убавка. И по кругу у нас останется 36 столбиков. Провязываем. И убавка. И так до конца ряда. Теперь с вами провязываем шестнадцатый и семнадцатый ряд без изменения. По кругу 36 столбиков. Встретимся в конце семнадцатого ряда. Начинаем восемнадцатый ряд. Четыре столбика и убавка. Вяжем до конца ряда. И по кругу останется 30 столбиков. Один. Два. Три. Четыре. И убавка. И так до конца ряда. Девятнадцатый и двадцатый ряд мы вяжем без изменения. По кругу 30 столбиков. Встретимся в конце двадцатого ряда. Начинаем с вами двадцать первый ряд. Три столбика и убавка. И по кругу останется 24 столбика. Вяжем один, два, три. Убавка. И так до конца ряда. Двадцать второй и двадцатый третий ряд вяжем без изменения. Двадцать четыре столбика. Встретимся в конце двадцать четвертого. Встретимся в конце двадцать третьего ряда. Двадцать второй и двадцать третий ряд мы вяжем без изменения. По кругу 24 столбика. Встретимся в конце ряда. Смотрите, мы с вами провязали двадцать четыре, двадцать три ряда. И на этом этапе я уже набила наше туловище. Вы также набиваете туловище, чтобы оно было плотненько, округленное. И продолжаем вязать. У нас остается последний ряд с убавками. Это двадцать четвертый. Двадцать четвертый ряд мы вяжем шесть столбиков и убавка три раза. И у нас должно остаться двадцать один столбик. Потом двадцать пятый ряд мы просто провязываем без изменения. Также двадцать один столбик. Что, поехали? Вяжем двадцать четвертый ряд. Шесть минус убавка три раза. Двадцать один и двадцать пятый ряд без изменения. Последний ряд двадцать пятый. вяжем без изменения 21 столбик по кругу провязали с вами последний ряд соединительная нить воздушная петля и отрезок для проживания нам нужно до заполнить часть туловища холофайбером чтобы было плотненько в районе шеи вот так вот выглядит наши ручки со стороны и теперь осталось их пришить так ну что мы с вами пришли ручки теперь давайте приступим к оформлению нашей мордочки начинаем оформление нашей мордочки у меня все по простому я прицепила ушки практически по серединке нашей головы 4 ряда примерно отступала в сторону и мордочку прицепила между глазок здесь смотрите мордочку мы обязательно наполняем холофайбером чтобы она была плотненько когда будем вышивать носик чтобы наши ниточки могли за что доцепиться поэтому примерно смотрите оформление как у меня и пришивайте встретимся как пришьем ну что мы с вами ну что мы с вами пришли мордочку и ушки теперь нам нужно вышить носик и вышить бровки я вышиваю сюда обычной швейной ниточкой в две нити иголочка начинаю вышивать я приблизительно вам покажу как будет выглядеть носик у лисички на примере енотика енотик у меня же полностью готов ушки пришиты все полностью пришита и оформлена маленький уголочек с несколькими стежками черной ниточки вышит наш небольшой и аккуратный носик ну что я же оформила нашу мордочку лисенка и дополнительно вышила небольшие стежки треугольничка на лобике так он эстетично смотрится более такой как и симпатичный и давайте уже пришьем наши головы к туловищу напоминаю что здесь у нас на голове и на толще по 21 столбику . будем пришивать мы пришиваем столбик столбику старайтесь чтобы голова была ровненькая смотрела ровненько прямо когда остается небольшое пространство чтобы зашить до конца голову не забудьте шейку наша наполнить холофайбером шейка наша тоже была плотненькой и красивой ну что вот и готов наш лисенок здесь вы уже можете оформлять лисонка как вам угодно сделать кончики черненькими или беленькими также оформить цветной хвостик для лисенка либо же сделать из мальчика девочку как играет ваша фантазия я главное дала вам мастер-класс по лисенку а вы уже дальше оформляйте по вашему желанию также мастер-класс по енотику здесь одинаково все идентично единственное что мы сейчас с вами свяжем это пятнышки для глазиков вяжется тоже очень легко и пришивается параллельно глазикам такие вот два братика у меня получились в этом мастер-классе если вам мастер-класс понравился ставьте лайк подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующих зверят и я вам говорю пока пока до следующего нового мастер-класса теперь нам нужно связать две детальки это наши пятнышки для наших глазиков начинаем с кольца амигуруми 7 столбиков 1234567 затягиваем кольцо вяжем поворотными рядами делаем воздушную петлю разворачиваем наше вязание и делаем столбик прибавка столбик прибавка и так до конца ряда столбик прибавка столбик и последняя прибавка также закончили ряд делаем воздушную петлю разворачиваем вязание и продолжаем опять же столбик и прибавка и так вяжем до конца ряда столбик прибавка столбик прибавка независимости на какую на какой столбик упадет самое последнее либо прибавка либо столбик просто вяжем столбик прибавка столбик прибавка столбик прибавка и последняя петля у меня просто столбик теперь нам нужно прицепить нашу белую ниточку и сделать обвязку это типа как воздушная петля у нас и вяжем обычными столбиками до конца ряда делаем воздушную петлю вытягиваем ниточку для пришивания нашей деталь то мы с вами связали два пятнышком детальки наши готовы теперь нам осталось просто закрепить ниточки обрезать их и спрятать оставить только одну беленькую ниточку для пришивания нашей нашего пятнышка глазик я вставляла в отверстие кольца амигуруми и приделывал его мужик форме головы амигуруми и салон и Продолжение следует...